Вы смотрите итоговый выпуск новостей, в котором телеканал Автоплюс по традиции оглядывается на год уходящий и пытается угадать новости года пришедшего. 21-й был насыщенным. Тут и пандемия, и дефицит микрочипов, и удивительные цены на автомобили в автосалонах, да и самих новинок было достаточно. Но это все мимолетные новости, а начать эту программу хотелось бы с чего-то системного и долгосрочного. И такая примета у 21-го года есть. Это небывало выросшая доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке. Само по себе это не сенсация, они всегда у нас были популярны, но в 21-м году доля разнообразных SUV у нас впервые превысила 50% и будет только расти. Симптоматично, что в 21-м году почти одновременно обновилось сразу три отчасти конкурирующих семейства. Это американская троица Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade, японцы Lexus LX и Toyota Land Cruiser и пока единственный британец Range Rover без собрата спор. Почему это важно? Потому что большие флагманские внедорожники привозят за собой технологии. И все эти лазерные фары, адаптивные подвески и автоматические режимы ездовой электроники лет через пять появятся на народных кретах, дастерах и каптюрах, а когда-нибудь даже на ладе Ниве. Но почему рядом со мной Lexus LX? А потому что он хорошо отражает еще одну особенность 21-го года – отмирание больших многоцилиндровых двигателей. Дизели V8 умерли первыми, на очереди бензиновые моторы. С новым LX мы уже знакомились в статике в Москве. И буквально только что я вернулся из Грузии, где проходил тест-драйв. Но пока на эту информацию действует эмбарго, поэтому о машине мы расскажем подробнее уже в 22-м году. Но что известно и очевидно, Lexus и Toyota в новых внедорожниках отказались от моторов V8. Совсем. И если Land Cruiser потерял с переходом на моторы V6 около литра рабочего объема, то Lexus – два с половиной. Этот мир уже никогда не будет прежним. Первой в этом слоновьем сообществе на российский рынок вышла пара – Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade. Обе машины перешли на независимую подвеску, но остались верны двигателям V8. В России с руками бы оторвали дизельную версию, первую для американцев. Но трёхлитровый Duramax к нам не привезут. И о чём только думали маркетологи. А вот новый Land Cruiser 300, несмотря на явно недостаток внешней брутальности и отставку восьмицилиндровых моторов, пожинает плоды умело созданного ажиотажа. Дилерские наценки на дефицитные машины измеряются миллионами рублей. Свежий Lexus LX отныне не копирует Toyota, а заполучил собственный кузов с оригинальной задней стойкой. А вот индексы девальвированы. Трёх с половиной литровые машины теперь именуются пятисотыми и шестисотыми. Премьера пятого Range Rover была обставлена с таким пафосом, что соцсети разродились лженовостями о полумиллионных ценниках в валюте. Реальную обстановку узнаем только весной, когда начнутся мировые продажи. Но британцы изрядно постарались, сотворив технологически сложный кузов с инопланетным дизайном. И если уж зашла речь о премиуме, то давайте пойдём по порядку. Европейцы на букву А назвали бы новой Audi e-tron GT, потому что новейшая, истинно электромобильная и общая с Porsche Taycan платформа, высокие технологии и планов громадьё, но в России А – это Aorus, который в этом году запустил серийное производство в Елабуге и начал публичные продажи седанов и лимузинов Сенат сразу в трёх вариантах длины – с обычным или бронированным кузовом. К слову, Aorus – единственный автомобиль, который в 2021 году не подорожал. Цены стабильно держатся в диапазоне от 24 до 107 миллионов рублей. Для публики попроще предназначен новейший Mercedes Maybach S-класса, вероятно, последний Mercedes с двигателем V12. По традиции на платформе флагманской S-ки основан младший C-класс, очень похожий внешне, но упрощённый по конструкции. Porsche празднует успехи электрического семейства Taycan, и базовый седан, и пятидверка кросс-туризма пришлись по вкусу отечественным любителям самоходной электроники и по итогам года должны возглавить российский рынок батарейных машин. Осваивается в премиуме и корейский Genesis, разом сменивший весь фирменный стиль. Флагманский кроссовер GV80 продаётся ровно год, а теперь компанию ему составили среднеразмерный GV70 и обновлённый седан G70. Марка Infiniti не сдаётся. Несмотря на скромный модельный ряд и кислые перспективы, на прилавке выброшен свежий QX55, идеологический наследник суперпопулярного когда-то FX. В масс-маркете главная новость года — это смена поколения у Хионды Креты, дизайн которой окатил нас холодным душем. Впрочем, внешность не мешает питерской Крете стабильно держаться в пятёрке самых продаваемых моделей в России и самым популярным кроссовером. Через пару лет Крету ждёт неизбежный рестайлинг в стилистике новейшего Тусана, который в России появился оперативно, причём в длиннобазной версии. Вообще, широкий модельный ряд позволяет корейцам рапортовать о новинках каждый месяц. То хитроумный минивэн Стария покажут, то сильно перекроенный кроссовер Санта-Фе. Не встретит особой конкуренции и необычный кроссвэн Кио Карнивал, и обновлённый Кио Сид в опустевшем российском гольф-классе. Кстати, о гольфе. Формально этот фольксваген в Россию вернулся, но в скромном статусе нишевой модели. К чести представительства сертифицировали не только обычный гольф, но и заряженный GTI. Но если импортный гольф будет в одиночестве сжигать в сегменте горячих хэтчбеков, то нижегородский Таос врезается в плотную шеренгу компактных кроссоверов, где действует и сводный брат – Шкода Корок. Похоже, что близкородственные Фольксвагены и Шкоды в России будут появляться регулярно, ведь шефство над российским рынком в группе Фольксваген взяла Шкода, и теперь многие ключевые решения принимаются не в Вольфсбурге, а в Маладо-Болеславе. Хорошая новость – актуальные версии шкодовских моделей в России могут появляться быстрее. Нижегородский Кодиак подправили шустро и без заметного подорожания. Плохая новость – новейшую Фабию у нас можно не ждать, хотя на украинский рынок новинка уже пожаловала, как и новый Корок, о котором позже. Возвращение компактных моделей Chevrolet назревало давно, ведь сборка в Казахстане уже налажена. А случилось неожиданно – с дебюта Chevrolet Trailblazer. Только теперь это не дорогой рамный внедорожник, а дорогой маленький паркетник корейской сборки с трёхцилиндровым мотором. Новому универсалу Subaru Outback иностранное происхождение, скорее всего, не помешает. Аудитория у этой марки очень лояльная. Впрочем, она не идёт ни в какое сравнение с лояльностью клиентов Toyota, которые едва ли разобрали сущность рестайлинга седана Camry. А вот приверженцы Mitsubishi обновления Pajero Sport очень ждали, поэтому правки в дизайн и комплектацию вносили, что называется, по заявкам трудящихся. В мировом масштабе 2021 год – первый для молодого концерна Stellantis, который объединил Peugeot Citroёn и Fiat Chrysler, а в сумме – 14 брендов разной степени устойчивости. В Россию Stellantis успел привезти модернизированный Opel Crossland, но нового Peugeot 308, необычного кросс-хэтчбека Citroёn C5X или оригинальной пятидверки DS4 не видать нам как своих ушей. Из-за железного занавеса пошлины и сертификации посмотрели мы издалека на 11-е поколение Honda Civic, первую электрическую Toyota с непроизносимым названием BZ-4X и спортивно-ориентированный Z – Nissan Z. Ну а кто же правит бал на рынке? Ещё одна примета 2021 года – это успехи китайцев. Китайские марки растут практически кратно. В 2019 году они занимали 2% российского рынка, в 2020 – 4%, а в 2021 – 7%. Китайский Хавейл активно осваивает производство в Тульской области. У Джили есть собственный завод в Беларуси, и только марка «Черри» пока что машины импортирует, но активно ищет партнёров для локального производства. Поэтому и по этому поводу новости у нас будут в 2022 году. Гвоздь китайской программы – Хавейл Джолиан. На родине Чулянь первая любовь, сходу ворвавшийся в топ-25 российского рынка, локализованный на тульском заводе Джолион и правда будет первой любовью для тысяч российских водителей. Флагман Хавейла пока – это обновлённый внедорожник H9. Кстати, теперь он, а не УАЗ – главный русский внедорожник. Не верите, а зря. Ведь именно Хавейлы призваны на службу в российскую армию – штабными автомобилями вместо отправленных в отставку УАЗиков. Главная премьера Джоли – это улучшенный Атлас с приставкой Pro. Модель сходу оказалась на миллион дороже обычного Атласа, поэтому оба поколения продаются одновременно. У версии Pro – волевовская турботройка объёмом 1,5 литра и мягкогибридная установка. Кстати, первая для массовых производителей в России. У Cherry – своё Pro. А именно, модернизированный до версии Pro флагманский кроссовер Tiggo 8. Как и все другие Cherry – это строго переднеприводная машина с бензиновыми турбомоторами. Марка X-seed, которая в Поднебесной считает премиальной, в этом году успела переименоваться из Cherry X-seed в просто X-seed и предложила в России вторую модель. Это трёхрядный VX. Формально самый дорогой китаец в России, зато почти пятиметровый и с полным приводом. Второе поколение Renault Duster добралось до нас с опозданием на два с лишним года после мировой премьеры. Поэтому новинкой считать эту машину как-то неуместно, но смена поколений помогла продажам. Тут самое время обсудить вселенную марки Lada. Ещё зимой внедорожник 4х4 снова назвали Нивой. Правда, с приставкой Legend на конце. В итоге в обойме Lada оказались сразу две Нивы. Первого поколения – Нива Legend и второй генерации – Нива Тревел. Впрочем, эти мудрёные имена откровенно не прижились. Куда больше шума наделала презентация стратегии Renolution, то есть революция Renault. Из неё выяснилось, что все будущие Lada технически будут повторять румынские дачи. До 2025 года АвтоВАЗ перейдёт на модульную платформу CMF-B, а количество доступных моделей и типов кузова сократится на треть. Ульяновский автозавод выжимает последние соки из старой платформы, выпустив полуторку. Усиленный грузовичок профи со спаренными задними колёсами. А вот разработка следующего поколения Патриота заморожена. Новинку хотели создать на базе действующей модели, внедрив другую раму и подвески, а также модернизировав кузов. Но этому не бывать. А другого развития у УАЗа в качестве самодостаточной марки, а не сборочного предприятия, не предвидится. Горьковский автозавод к 800-летию Нижнего Новгорода выпустил серийную Gazelle NN, то есть третье поколение своих малотоннажников, которая в числе прочих обновок получила и долгожданную шестиступенчатую коробку передач собственной газовской разработки. Новинки были и в автоспорте. Российская компания BR Engineering спроектировала прототип BR-03, который предназначен для разнообразных кольцевых гонок и будет участвовать в собственном классе в чемпионате России. Пилот программы S&P Racing Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2 и проведет следующий сезон в качестве резервного гонщика Скудери и Феррари. Кстати, о пилотах. Постепенно повседневностью становится автопилот. Хотя технологии автономного вождения частично внедрены уже давно и прототипы беспилотников давно колесят по всему миру, включая и Россию, на серийных машинах автопилоты, строго говоря, не работали до самого последнего момента. А как же Тесла? Воскликнут многие. Внесем ясность. Еще в прошлом году немецкий суд запретил Тесле использовать слово автопилот как вводящее в заблуждение, ведь комплекс FSD сертифицирован только на втором уровне автономности. И в описании к системе указано, что она не делает машину автономной, а водитель обязан, цитируем, активно наблюдать за процессом управления. Впервые третий уровень достигнут и сертифицирован только под конец 2021 года. На малосерийном седане Honda Legend, который существует только на рынке Японии. И для свежей мерседесовской системы Drive Pilot. Что нас ждет в 2022 году? Точно не снижение цен, потому что дефицит автомобилей, спровоцированный дефицитом микрочипов, продлится еще как минимум год, а то и полтора. Поэтому фактическая стоимость машин в российских автосалонах не изменится. Хорошая новость на высокие цены. Кажется, возвращаются импортные модели, покинувшие был российский рынок в предыдущие годы. И первая ласточка – Opel. Да, в следующем году Opel вернет на российский рынок Astro. Это будет модель шестого поколения, технически переодетый Peugeot 308. Ориентировочно стартовый ценник составит под 2 миллиона рублей. Народной молнии уже не станет, но в дивном новом мире все решат дилерские наценки. Есть шансы на успех и у новейшего Suzuki S-Cross или SX4, который на поверку оказался результатом глубокой модернизации нынешнего кузова. Ждем во втором квартале. Nissan Pathfinder не обещал, но вернется. Американский завод начал собирать кроссовер для России еще осенью, так что премьера совсем близка. А вместе с Pathfinder прибудет и соплатформенный Infiniti QX60, который делит с Nissan общий атмосферник V6 3.5 и 9-ступенчатый автомат вместо вариатора. Наведет шорох на рынке и джип, ведь на подходе новый Grand Cherokee, семейство которого впервые разрослось до двух кузовов – короткого и длиннобазного семиместного с тремя рядами сидений. Обновление Skoda Karoq получилось скромным, а потому не заставить себя ждать. Завод группы ГАЗ приступит к выпуску в ближайшее время. А вот у Kia Sportage громогласная смена поколений. Продажи в России начнутся в первом полугодии. И даже объявлена цена популярной комплектации Comfort с двухлитровым мотором, автоматом и передним приводом. 2 миллиона 300 тысяч. Прежний такой Sportage укладывался ровно в два. Впрочем, по степени долгожданности любую из перечисленных новинок затмит рестайлинг Lada Vesta. По информации инсайдеров, модернизация намечалась на минувшее лето, но отложена как минимум до весны 2022 года. Но если обновление уже почти семилетней Vesta откровенно запаздывает, то электромобили в России навалятся свежими. BMW iX прибудет в самом начале года по цене 8,5 миллионов рублей. За базовую, она же топовая, версию. Никак не дешевле будет флагманский электролифтбэк Mercedes-Benz EQS. Продавать его обещали ещё в декабре, да так и не начали. А в середине года электрички впервые откупорят в России не премиум, а массовый сегмент. Параллельными курсами к нам едут Ioniq 5 от Hyundai и Kia EV6. Кстати, в версии GT. Причём обе эти модели, скорее всего, будут не продавать, а сдавать в аренду, то есть по подписке. Года через два и V6 и Ioniq планируют собирать на калининградском автоторе. А помимо этого, завод затеял собственный электромобильный проект. Причём неподалёку, в городке Неман, уже строится завод тяговых батарей. Что-то услышим мы о новой итерации электрической камы, которую курирует КАМАЗ. Ещё один чудо-проект зреет в недрах аэрокосмического концерна Almas Antey. Электрическая модель на платформе собственной разработки. Причём с перспективой автономного вождения. И с этими тенденциями Россия вполне в тренде. В мире то и дело рождаются новые марки, соблазнившиеся кажущейся лёгкостью разработки электрического автомобиля. И столь же стремительно исчезают, не осилив запуск серийного производства. С тем большим интересом следим мы за судьбой редкого неэлектрического стартапа. В июле 2022 года на мировой рынок должен выйти Ineos Grenadier. Реинкарнация как бы классического Defender, но другого и с моторами BMW. Замысел и значение этого проекта легко оценить, если вообразить, скажем, что российский Лукойл захотел бы с нуля запроектировать новый УАЗ на современном уровне. Но пока что в России не смогли даже заставить работать систему техосмотра, поэтому в новом году его частично отменят. Реформа техосмотра уже прошла три чтения в Госдуме, а 30 декабря новый закон был подписан президентом. Всероссийской стройкой ближайшей пятилетки будет новая трасса М-12. Москва, Казань, Екатеринбург. По последним поручениям президента, уже в 2024 году движения по магистрали должны запустить на всём протяжении, до самого Урала. Поэтому, несмотря на то, что главгосэкспертиза буквально в декабре выдала заключение на самый первый участок по Московской и Владимирской областям, на деле стройка кипит уже целый год, а под Казанью строители даже начали надвигать пролёты будущего моста через Волгу. Побочный эффект Аврала? На магистрали будет минимум съездов и инфраструктуры. На весь 800-километровый отрезок от Москвы до Казани запланировано менее 20 развязок. Постепенно оживают замороженные было предприятия. Группа Солерс обустраивает купленный у Форда моторный завод в Елабуге. Его приспособят под некие новые фордовские дизели. Понятное дело, адресованы они транзиту, который переживёт грандиозные обновления и даже получит коробку-автомат. Впрочем, глава Солерс-Форда Адиль Ширинов вдобавок намекнул, что не исключает возвращение легковых фордов, но только высокомаржинальных внедорожников. А бывший автосборочный завод Форда во Всеволожске достался дочке Хёнде. Фактически, это будет уже четвёртый петербургский завод корейцев. Ведь плюсом к основному заводу Хёнде, собирающему Солярисы, Рио и Креты, куплен бывший завод GM, который с 2022 года займётся кроссоверами Tucson, Sportage и Palisade. А ещё запущен свежий завод двигателей. Сначала для атмосферников 1.6, а вскоре в Петербурге локализуют и двушки. Горьковский автозавод широко отметит собственное 90-летие. А значит, нас точно ждут несколько ярких премьер. Как минимум, серийную прописку сначала получат задний, а потом и полноприводный Соболь. КамАЗ будет развивать среднетоннажное семейство Компас. Это, напомним, перелицованный китайский Джак, который должен бросить вызов газовскому бескапотнику Valdynext. А в сегменте совсем больших машин перевозчики с нетерпением ждут, когда в Россию прибудет новое поколение магистральных дафов. У них огромные спальники, а также небольшой полукапот спереди, чтобы уменьшить расход и повысить безопасность. Такого больше не делал никто. Вот таким мы увидели 21-й год и так предположили 22-й. А как получится на самом деле, покажут новость из колес. С Новым годом вас! Надевайте шапки и смотрите телеканал Автоплюс.